В Азербайджане есть один единственный мужчина, и это наш президент, точка. Позвольте, мы тоже мужчины. Акажись, вы директором фирмы. Вы бы назначили заместителем свою жену. Нет, пусть останется домохозяйкой. Зачем ей работать? Могла бы тоже деньги зарабатывать. Нет, достаточно того, что работаю я. Нет, сам бы управлял. Да? До конца жизни. Клянусь, тебе делать нечего. Почему бы и нет? Я тоже назначил бы свою. Полицейский приоткрыл окошечко камеры и спросил, «Кушать будешь?» И когда я спросил его, что на обед, он ответил, «Ты что, в ресторане?» Черт. 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 потерпим эту пошлость. Вроде бы всем все посранее, но чаша-то вот уж на грани. Рыба сгнила с головы. Связи только половые, как сутенеры деловые. Имеют нас эти гиены без всяких правил гигиены. В другой камере он еще лучше смотрится. Давайте сядем здесь. Вы что, из ГОСТ-ТВ? Не дай бог работать на ГОСТ-ТВ. Клянусь, я подумал, стопудово из ГОСТ-ТВ, какие-то приколы снимают. Да нет, мы просто прогуливались вокруг. Встреча у нас с избирателями. Дядя Энвар. Он наш кандидат. И в то же время мой конкурент. Нет, нет, мы не конкуренты. Я никогда не считал себя твоим конкурентом. Мой союзник. Друг. Грандиозно. Я друг, безусловно. И в любой момент готов уступить мои голоса тебе. А мои голоса твои. Я просто не знаю, как все это узаконить. Вы же молодые, лучше знаете все эти законы. Если пройдем оба, это еще лучше. На 17 мест претендует же 71 кандидат. Дайте нам чаю. А что еще у вас бывает? К чаю. К чаю? Есть печенье, варенье, шоколад. Давайте варенье. Да. Ну, как идут дела? Какие новости? Новости. Вот глаза выколупали на картинках. Кто? Понятия не имею. Так давай расследуем и найдем. Что? Расследуем и найдем. Ничего другого не тронули. Причем не нос или что-то. У всех именно глаза. Бессовестные. Спрашивайте, чем тебе плакат мешает? Не похоже на детское баловство. Естественно. Зачем это ребенку? Потому что аккуратно прокололи у всех подряд. Глаза на плакатах. Знаешь, совместное фото 10 кандидатов от партии УМИД. У всех прокололи глаза. Грандиозно. Но мы наберем голоса, не переживай. По-моему, тоже. Как же иначе? Иначе будет просто позор. Если мы не наберем голоса, это значит, грубо будет нарушена демократия. Разумеется. Я должен построить себе дом. Бог даст? Да, вы когда окажетесь в Карачухуре, я открою пункт мойки машин. Даст Бог. Значит, будем собирать долю с домов торжеств и делить между собой? Сработаемся, дядя. Отлично. Снимай. Снимай, снимай. 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 Может пригодиться в будущем. Нет, послушай, Михман. Без этого тоже нельзя. Не смейся, я серьёзно. Ты же молодой, нуждаешься в этом. Незаконно же. Вот вы когда-то брали взятки? Нет. А почему мне? А что, я разве сказал, взятки надо брать? Вот у меня машина. Я её что, получается, на взятки купил? А на что тогда? Сохрани честное имя. Это великий дар. Поэтому мы должны создать муниципалитет, свободный от взяток. Да, Карачухур и Гюнашли должны быть без взяток. Всё. Таковы наши намерения. А это наш девиз. Отличная идея, кстати. Лозунг. Карачухур без взяток. Гюнашли без взяток. Система без взяток. Да, взяточники у нас будут кровью харкать. Если изберёмся, будет грандиозно. Мы должны избраться. Нас изберут. Не смотри на то, что я старый. У меня ещё есть силы физические и моральные. Будем бороться с коррупцией до конца. Если Бог даст, изберёмся и сможем построить нашу работу так. Вы станете председателем, а я заместителем. Всеми левыми делами займусь я, а вы будете только бумажки подписывать. Иногда надо шутить, смеяться. Жизнь без смеха теряет красоту. Здрасте. Что вы тут делаете? Муниципальные. Да. Что здесь написано? Вы у меня кровью харкать. С какой стати вы это наклеили сюда? Это моё дело. Пожалуйста, выходите отсюда. Куда выходить? Почему вы нарушаете закон? Я не нарушаю. Это вы у меня тут избирательное табло, так сказать. Зовите полицию. Пожалуйста, зовите полицию. Кандидат? Смотрите, что здесь написано. Это утверждено Центральной избирательной комиссией. Не повышайте голос. Я кандидат. И в данный момент вы нарушаете... Без повышенных тонов. Вы кандидат или как? Да. Если вы кандидат, предъявите удостоверение кандидата. В настоящий момент вы нарушаете закон. Удостоверение кандидата. Вы нарушаете закон. Я не знаю, кандидат вы или нет. Вы нарушаете... Не повышайте голос. Вы сейчас нарушаете закон и будете привлечены к ответственности. Я спрашиваю его кандидат. Вы сейчас ведете кампанию против одного из кандидатов. Или вы подосланы действующими властями, или... Нет, нет. Дорогие зрители, это лицо, директор школы. Представьтесь, покажите документы, чтобы я знал, вы директор или кто еще там. Камеру на минутку выключи, я... Не выключит. Послушай, Мехман. Разговор закончен. Не Мехман, а уважаемый Мехман. Ладно, уважаемый Мехман. Вы же не обращаетесь к президенту по имени. Говорите, Ильхам Алиев или господин президент. С господином президентом лично не знаком. Лично не знаком? Ничего, он узнает о вас. Как вы словно блатной наезжаете на кандидата. Я не блатной. Блатной, блатной! Я не блатной, я школьный стенд. Блатуете? Блатуете. Вы блатной. Блатует ваш директор. Блатует. Блатуют здесь, блатуют. Снимите его лицо. Это не директор. Он или из секретки, или из полиции. Вот, пожалуйте. Зарегистрированный кандидат Мехман Гусейнов. А теперь вы предъявите свои документы. У меня нет документов. Предъявите документы. Нет у меня их. Ильхам Алиев! Это лично ты подослал этого провокатора ко мне. Снимай его спереди. Предъявите ваши документы. Нет у меня их. Ваши документы. Звони в полицию. Звоните в полицию и в центр разбирком. Что вы делаете против кандидата? Представьтесь! Я не против кандидата, я... Кто вы? Представьтесь! Я просто сделал замечание, что нельзя портить стенд школы. Вы допустили незаконные действия против меня. Вы почему двери закрываете? Разве я делал тебе замечание? Не ты, а он! Выходите. Кто он такой? Не смей поднимать руку на прессу! Руки прочь от прессы! Выходите, пожалуйста. Снимай! Покиньте школу. Руки прочь от прессы! Это школа, и вы должны ее покинуть. Представься! Покиньте. Представься! Не повышай голос. В данный момент это лицо, которое называет тебя директором школы, на деле же мошенник и бандит. Отказывается показывать документы. Я показал свои документы о том, что я кандидат. А в отношении кандидата противоправные действия недопустимы. Разве я приклеивал плакаты, нарушая закон? Нет, конечно. Никто и не возражал. Когда ты пришел, может, тебе ничего не сказали? Покажи ему видео. Братцы, будем откровенны. Вот я охранник. Разве против вас что-то было сказано? Все было спокойно. Шутили, смеялись. Понимаю. Просто я его успокаивал, чтобы не кричал. А то экзамены идут. Понимаешь, экзамены идут здесь. Это ваш директор! Он, наверное, подослан напрямую из администрации президента, чтобы нагрубить Михману и нарушить закон. Считаю, что он уже не вправе руководить школой, потому что он нагрубил мне и ответит за это. Хотим тебя пригласить, но скажи мне, ты придешь или нет? Значит, 20-е годовщина со дня смерти Наджафа... Наджафова. Будет торжественный вечер памяти по этому поводу. Не желаешь прийти? Да, разумеется, приду. В шесть часов. В шесть, понял. Мероприятие будет в доме кино. Хорошо. Знаешь, где это, да? Да, конечно. Только не путай, не тот, что в старом городе. Знаю, знаю. Но прошу, особо не тиражируй. Зал там маленький. Хорошо, хорошо, договорились. Ты ищешь над кем бы приколоться? Уволь, без меня. Нет, вопрос. Отдыхай, отдыхай. Короткий вопрос. Отдыхай, я сказал. Расим Муалим. Нельзя же так. Вы должны быть примером для молодежи. Ну как, Расим Муалим? Я тебе сказал, да. Короткий вопрос. Причем, минимум, отец. Не время я убегаю. И вы туда же. Мы даже не знаем, кому верить. Братцы. Как видите, самому Расиму Мусабекову, бывшему депутату, слабо общаться со мной. Отвечать на мои вопросы. А все потому, что знает. Я покажу ему, где раки зимуют. Дай ему мой номер. Своему зятю. Пусть свяжется со мной по ватсапу. Поговорим. Хорошо, пусть свяжется со мной. Ульве, а где кисточка? Что за плакаты вы клеите? Мои плакаты. Какие плакаты? Посмотреть можно? Ульве, принеси плакаты. Неси плакаты. Какие? Неси все. Зачем все? Все неси. Зачем-то посмотреть хотят. Интересуемся. Чем вызван интерес? Надо бы взглянуть. Вдруг нельзя. А почему нельзя? Это решение муниципалитета, что ли? Нет, послушайте. Там написано «Долой коррупцию». Разве нельзя к этому призывать? Сначала мы доложим. Доложим? Ты же не спешишь. Никаких докладов не должно быть. Это уже утверждено, и мы уже приклеили. Смотрите. Если утверждено... Я хочу напомнить ваши обязанности. Своими действиями вы сейчас вмешиваетесь... Ход избирательной кампании. У вас все утверждено, да? Вот я повесил свой документ. Уже третий день, как мы сталкиваемся с вмешательствами в мою избирательную кампанию. И все это преднамеренно. Вот причина. Читаю. На них управа нет. То есть, если меня выберут, я найду на них управу. Далее. Коррупция у них в крови. То есть, надо им очистить кровь, чтобы взятки не брали. Понимаете? Если выберем новых, окажутся хуже старых. Я считаю, что если окажусь в местном совете, хуже не станет. Теперь я не пойму, в чем же ваша проблема, и почему вы вмешиваетесь в мою кампанию? Разве мы вмешиваемся? А как же? Вы что-то там докладываете. К чему это? Разве мы не можем поинтересоваться? Ты тут что-то вешаешь. Я не знаю, кто ты. Любой гражданин. Не может же этим заниматься. Я стою здесь на посту и должен знать, что у меня происходит. Ты объяснил, что у тебя все уже утверждено. Раз уж нет проблем, мы и можем развешивать. Проблем нет. Ты же сказал, все утверждено. Наверняка все документы в порядке. Так что можешь дальше клеить. Можем продолжать? Спасибо. Будьте здоровы. Сегодня планировали разные встречи и вешать агитационные плакаты. Но нам позвонили и сообщили, что в Янигю нашли жители одной высотки протестуют на крыше дома. На 17 этаже. Звонили сами жители этого дома. Говорят, Мехман, ты должен нам помочь. Срочно приезжай, у нас проблемы. Говорят, который год проблемы в здании. Никто их не решает. И мы думаем, вы, как кандидату депутаты, можете как-то нам помочь. Приглашали меня как журналиста. Мы с Ульви уже туда ехали и нам позвонили еще раз. И я слышу, хором скандируют в трубку. Мехман! Мехман! Мехман, прошу, помоги нам! Знаешь, сколько проблем у этого дома? Мы собрали свои деньги. Тысяча девятьсот монат. Вот жильцы пусть скажут. Ты сколько платил? Ты... Вот сколько ты платил? А ты? А ты сколько? Мы собрали деньги. Нам было сказано, что у нас средств нет. Поэтому мы собрали деньги на счетчики, чтобы провели газ, свет, канализацию. Мы дали им эти средства. И все наши средства коту под хвост. Они ничего не сделали. И плакали наши деньги. Деньги пропали, и никто не хочет нас слышать. Уже десятый день, как приглашаем главу администрации. Были в кабинете министров. Пять раз ходили на прием к Амрану Алиеву. Пять раз! Вот, смотрите. Трещина проходит по всей территории. Там вот стена рухнула. Трещина все больше и больше. Помнишь взрывы в домах? Так вот, от тех домов разлом грунта сплошной линии проходит прямиком под этим домом. И далее вон туда. А сейчас разрешили надстроить еще два этажа над нашим домом. Кто разрешил? Кто разрешил, черт знает. Нам говорят, что ведомство, которое занимается коррупцией, дало добро. Вот такая ситуация. Здесь вот разлом посередине. Дом держится на пределе. А если еще достроить два этажа сверху этого блока? Все здание грохнется. Кто там внутри? Жители дома встречаются с главой администрации. Глава администрации внутри? Да, да, глава там, внутри. Пройдемте, вы тоже. Мы люди неграмотные, поговорите вы с ними. Дайте мне тоже пройти, я кандидат от этого района. Мы жильцы, пропустите. Он тоже, мы все жильцы этого дома. Господин, я кандидат по этому округу. А не лучше ли дождаться главу администрации здесь? Нет, попробуем прорваться внутрь. Но это надо через закон переступать. Выхода нет. Не беда, дождемся его здесь. Это я строю этажи сверху. Меня тоже выгнали. За что? Мне тоже есть что сказать. Все потому, что Рагим начал палить там наверху. Куда только не жаловались. Никто и не думал приходить сюда. Реакции ноль. Как только поднялись на крышу протестовать, вон сколько сбежалось. Все инстанции здесь. Абсолютно никто не интересовался нами. Как только мы поднялись на крышу, вон их сколько. Вместо того, чтобы подняться на крышу, могли бы дорогу перекрыть. Да уже перекрывали все. Ты думаешь только о себе. Ну и я о себе думаю. А вдруг там разлиты всякие масла? Там же стройка. Наиляханум, я уже о себе не думаю. Мне за 50 и всю жизнь угробил на этот проклятый дом. Послушай, а если кто-то сорвется и погибнет? Спасается от проблем. Спасете? Ты прав. Только смерть спасет его от этих проблем. Так ведь я в ответе окажусь. Поэтому я и вынуждена звонить в 112. Черти поднимаются на крышу и крушат мою стройку. В прошлый раз начали сжигать. Если бы в тот раз силовики привлекли поджигателей, сегодня они не посмели бы. Ведь искры могут попасть в шахту, и от задымления погибнут люди. У вас там тоже проблемы с водой и газом? Где? Там, где вы строите. Или у вас все в порядке? Мы только начали строить. Завтра бетон собирались заливать. Разве не видишь? Два этажа сверху только достраиваются. Там еще никто не живет. Какие проблемы могут быть с газом и водой? Мехман, смотри. Атлет в синем – это мой сын. Снимал в Ленинграде. Чемпион мира и Европы. Зовутся Бутай. Я уговорил его приехать сюда, чтобы он выступал за Азербайджан. Сейчас он уезжает в Туркменистан. Говорит, не могу жить здесь. Буду под туркменским флагом выступать. Как мне быть, скажи? Как мне быть? 16 лет! Каким трудом воспитывал его? Эту квартиру для него покупал. А он все спрашивает, где мне нормально жить? Как мне быть? Как жить? Жизнь-то одна, и она погублена этим домом. В 2007-м купил, заплатил 70 тысяч долларов. Причем все до одной копейки были заработаны в России, не в Азербайджане. В России! Товарищ Азиз, у нас там уже трещины. На земле огромный овраг. Вот там грунт сходит. Линия разлома проходит через весь фундамент. И туда, далее. Здравствуйте, товарищ Азиз. Я Мехман Гусейнов, муниципальный кандидат. Товарищ Азиз, у меня конкретные вопросы к вам, как к новому главе Сураханского района. Уберите тогда камеру. Если хотите со мной поговорить, то без этой штуки. Останови съемку. Если чиновник избегает беседы, он не избегает. Сначала пусть решает проблемы жителей. Я тоже житель. Я знаю, где ты живешь. Я из Карачухура. Карачухур. Как зайцы разбежались. Именно то, чего я и хотел. Это им значительно поможет. Активность людей действует. Причем они звонили мне не как журналисту, а как к кандидату. Так и сказали, ты выдвинул кандидатуру. Приезжай, мы тебе покажем проблемы. Значит, уже наслышано, что я кандидат по их округу. Тебе как к кандидату звонили или как к журналисту? Нет. Когда звонили в первый раз. Еще когда я был дома. И сказали, Мехман, поскольку ты кандидат по нашему округу, в самый раз приезжай и знакомься с проблемами на своем участке. Звонил этот юноша? Нет, тот, у которого сын, российский спортсмен. Он звонил. Опять пробка. Вот если меня выберут, больше ни одной пробки в Карачухуре не будет. А что будешь делать? Вместо гей палочкой махать на дорогах. Как же иначе? Надо служить народу. Нет, объясни, как движение регулировать будешь? Ты же не депутат парламента, а местный. Давай объясню. Проблема в том, что эти переходы, где... Где часто сбивают пешеходчиков? Пешеходов, а не пешеходчиков. Пешеходов. Решение проблемы — установить светофоры там, где зебры. Как за границей. Нажал на кнопку и перешел. Это не во власти местных органов. Как не во власти? Они предлагают решение проблемы, и вот увидишь. Этими вопросами завидует бакинская дорожная полиция. Предложение должно быть. Местная власть знает, что в Карачухуре часто дорожные происшествия случаются. Там всего-то пять-шесть переходов. Получается, ты можешь обещать людям, что мы решим любые ваши вопросы? Да, естественно, я буду стремиться к этому. Как же иначе? Нет, все это за рамками полномочий местных властей. Был бы ты депутат парламента, другое дело. Сегодня спрашивал у них, кто ваш депутат. Никто не знает. Ты знаешь, кто? Ну, Фарач, конечно. Вот вы, ответьте мне, пойдете на выборы. Ни разу в жизни не ходила, но ради тебя пойду. Я первая из нас за тебя подписалась. Поцелуй меня, красавчик. Пусть они завидуют. Повезло тебе, подруга. Надо же, поцеловал вдову. Будет что вспомнить. В понедельник набираешь пять человек и идешь голосовать. В понедельник? Вы когда в последний раз ходили на голосование? Клянусь, я никогда ни за кого не голосую. У меня четыре ребенка, и я ни копейки от государства не получаю. Кто это? Кандидат. Знаешь, что значит совместное фото с этим мужчиной? Все равно, что подписывать тебе тюремный приговор. Родной, береги себя. Мы гордимся тобой. Спасибо вам. Спасибо, дядя. Чем я могу помочь? Как ты мне поможешь, если у тебя за душой ни черта нет? Ты только из тюрьмы вышел, и от тебя несет, как от видной бочки. Мне помочь. Это я, как дядя, должен тебе помочь. В таком случае мы проголодались. Организуй нам ужин. Пойдем. Ты всерьез? Учти, нас шесть человек. Идите за мной. Куда? Куда? Здесь рядом микро-кафе. Что за кафе? Какая тебе разница? Ты не шутишь? Будем пить и закусывать? Только закусывать, без выпивки. Родной, спасибо тебе большое за щедрость. Мне хватит одних твоих слов и добрых намерений. Век помнить буду. Вот этот мужик мясник, он сейчас тебе даст пять кило мяса. Несите же, мы уже десять лет как не пробовали мясо. Тащите, раздавайте молодежи. Мехман, шутки в сторону. Проголодались наверняка, пойдемте в кафе. Спасибо. В другой раз, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, в карман не положишь. А вы остряк. Посмотрите на него. Ну пока, дяденька. Обнимаю. Что значит обнимаю? Я ж не баба, чтоб меня обнимать. Как видите, все наши плакаты сорваны со стенда. Сказали, что это распоряжение главы местной администрации. Согласно закону, агитация за кандидатов прекращается за 24 часа до начала голосования. Сегодня 21 декабря время, начало восьмого. До истечения времени на агитацию есть еще 12 часов. Но они уже приступили к невежеству. Может, они обязали школу срывать плакаты? Здесь еще не сорваны. Один человек признался нам, что он срывает плакаты по поручению главы местной администрации. Я еще раз обращаюсь к главе администрации, этому подлому человеку, и напоминаю, что сегодня 21-е, а выборы 23-го декабря. Как видите, со всех стендов сорваны все плакаты, всех кандидатов, что является нарушением закона о выборах. Минуточку, минуточку. Кто вам сказал срывать плакаты? Кто вам сказал их срывать? Покажите, что у вас. Покажите. На каком основании вы нарушаете закон? Покажите плакаты. Мужик, о чем ты? Их время уже истекло. Время еще есть. Что ты несешь? Подбери плакат. Подбери его. Вот он, преступник. Ульве, снимай его. Вот он, преступник. Он фальсифицирует выборы. Снимай его, снимай. Это преступник. Снимай его лицо. Это преступник. Он срывал плакаты. Плакаты раньше. Давление на меня. Что ты дурачишься? Не дави на меня. Он срывает плакаты. Нарушение закона. Фальсификация выборов уже началась. Снимайте его лицо. Преступник пойман с поличным. Мазахир Панахов. И его команда. Убегает. Как видите, он убегает. Преступник убегает. Преступник убегает. Глава администрации сидел там, в белом джипе. Побежали. Уходят. Ага. Поехали. Сказал же бежать за ним. Снимай. Все, снимай. Снимаешь, Азиз? Это глава администрации? Тормознул. Это точно он? Снимайте его! Ты зачем за машиной бежишь? Сняли? Сняли? Смотри, на красный поехал. Уважаемые зрители, как видите, этот тип в белом джипе является главой администрации Карачухура. Он уже начал нарушать закон. Это сволочь и грубиян срывал все плакаты кандидатов. Фальсификатор! Предатель Ильхама Алиева! Ты идешь против политики Ильхама Алиева! Это не годится. Против политики это уже... Нет, нет. Он отправил меня в тюрьму, значит, его политика неправильная. Я не вставлю этот кусок. Нас пригласили в окружной избирком. Они расследуют инцидент, который произошел ночью. Ильхама Алиева! Играет музыка. Я же говорил вам, что поймаю преступника с поличным. Здравствуйте. Я вас понял. Но если бы он срывал плакаты правящей партии, я был бы даже за. Лишь бы не трогал мои. Но я запускал. Но я застукал его, когда он срывал мои. Это его ошибка. Очевидно, что он нарушил закон, и в рамках закона будут приняты меры. Но этот негодяй, не поймусь, чего вдруг такой нетерпеливый. Снимай в полночь или в 7 утра. Истину, говорите, дорогой Эльхам. Истину. В крайнем случае снимай с началом голосования. Можно подумать каждый лишний час этого плаката решающий. Хотя в этом тоже есть нарушение. Но и в законе ничего не сказано, кто же должен снимать эти плакаты. То ли исполнительная власть, то ли ЖЭК, то ли сами кандидаты. Написано только о том, что контроль за этим осуществляет окружная комиссия. В законе тоже есть пробелы. Ладно, принеси мне копию видео. Хорошо, через 10 минут видео будет у вас. Пойдемте. Плакат не выбрасывай, неси в машину. Пойдем, быстренько сделаем копию наших съемок. Плакат не выбрасывай, сказал же. Неси в машину. Они не могут найти того, кто от нас убежал. Как же найдешь его? Он убежал в сторону Генишли. У тебя в компьютере есть же видео? Здесь рядом копийцентр есть. За пару минут сделают нам копию видео. Дело будет расследовано. Надеемся на положительный исход. Считаю, что его должны отстранить от избирательного процесса. Потому что его застали на месте происшествия. Мы трудились днем и ночью, не покладая рук. Думаю, что завтра, фактически через несколько часов, азербайджанский народ скажет свое последнее слово. Главное для нас, как жители Гарачухура и Генишли оценят наши усилия. Надеюсь, они пойдут к урнам и отдадут свои голоса Мехмана Гусейнова. Сразу после муниципальных выборов стартуют выборы в парламент, и мы будем готовиться к мили-мидж-лис. Точнее, все будет зависеть от результатов муниципальных выборов. Если местные выборы окажутся для нас удачными, не будем готовиться к выборам в парламент. Если же муниципальные итоги нас не устроят, пойдем в мили-мидж-лис. В Азербайджане, где впервые на Востоке женщины получили право голоса, проходят очередные выборы в местные органы. 23 декабря 2019 года приглашаем и женщин принять участие в голосовании. Вы не должны приближаться к участкам ближе, чем на 100 метров. Время – начало 9-го. Выборы уже начались. Поэтому прошу вас. Там поломка была. Мы приехали помочь. Сейчас уедем, не беспокойтесь. Прошу вас отъехать, чтобы не пугать избирателей. Добро пожаловать. Здравствуйте, как ваши дела? Спасибо, хорошо. Могу я увидеть ваши документы? Пожалуйста. Мехман, кажется, не узнал свою учительницу. С чего же? Узнал. Но мы не будем голосовать. Знаю, но документы проверять я должна у всех. Паспорт с собой? Паспорт. Если надо, можем организовать. На всякий случай. На всякий случай? Но я кандидат голосовать не буду. Вдруг понадобится. Мне не обязательно паспорт показывать. А кто директор этой школы? Директор школы. Вас зарегистрировать? Нет, регистрироваться мы не будем. Я кандидат. Мне нужен директор школы. Директора нет? Я спрашиваю, поскольку там ваш коллега утверждал, что якобы директор школы запретил проводить здесь съемки. Говорят, что четверо ходят с участка на участок и голосуют. Мы вам не мешаем снимать. Разумеется, мы будем снимать. Я только хотел знать, кто давал указания. Нет проблем. Если хотите, снимайте. Наблюдайте хоть целый день. Спасибо, благодарю вас. У нас есть наблюдатель. Какие-то нарушения не заметил? Здесь нет нарушений. Еще раз благодарю вас. Просто я хотел уточнить, было ли какое-то распоряжение. Нет, это исключено. Милости просим. Приходите еще, сколько вам надо. Непременно. Всего доброго и... Спасибо. Желаю вам удачи. И вам того же. Можно ваш паспорт? Запрещать снимать незаконно. А тех четверых, кажется, упустили. Мехман, как ты считаешь, почему так много полиции здесь? Наверное, разойдутся. Обещали, что уйдут. А в чем причина, что столько патрульных в участке? Участок, где Мехман, Гусейнов. Что тут удивительного? Как же иначе? Там, где Мехман, должна быть полиция. Ну что, пойдем дальше? Вау, голос Гейдара. А разве это не агитация? Звучит прикольно. Здравствуйте. Как и тут дела? Здравствуйте. Добрый день. Все нормально? Вы кто? Я кандидат. Чем могу помочь? Флаг? Надо правильно вешать. Дайте посмотрю. Нет, не перекрутился. Он перекрутился. Это же наш флаг. Предмет гордости для всех. А что не так? Верх тормашками висит. Кто-то неправильно повесил. Я понимаю, что в этой стране все делается наоборот. И, возможно, это ваш тонкий намек на это. Я вас понимаю. Но прошу вас исправить. Да, мы исправим. На наших камерах видно, как вы выходите из одного участка и входите в другой. Я вас не понимаю. Вы почему так поступаете? Мы родители. Уйдите с дороги. Это я понял. Но в настоящий момент... Как видите, разбежались кто куда. Операция каруселя в действии. Двое побежали в ту сторону. Еще одна направилась туда. Пойдем в другую школу. Можно взглянуть на ваши паспорта? Зачем? А что не так? Место жительства? Саатлинский регион. Вороженка Саатлинского региона. Как жители региона Саатлы? Каким образом вы в Ганишли? Прошу вас, мадам. Я не хочу, чтобы меня снимали. Снимать не будем, обещаю. Я просто не хочу, чтобы меня снимали. Не надо, пожалуйста. Что вы хотите? Поселок Ганишли, микрорайон, а ваш адрес не входит в этот избирательный участок. Вы в курсе? Да, мы относимся к другому району, а здесь из-за учителей. Саатлинский регион, село Улвианай, Саатлинского региона. Место рождения не проблема, прописку смотри. Да нет же, она прописана там, в Саатлы. А голосует в Баку. В прошлый раз я тоже тут голосовала. Вы в прошлом году тоже здесь голосовали? В прошлом году вы голосовали здесь? Да, голосовала здесь. Добрый человек, где мы сейчас? В Генишли, не так ли? Да. В Генишли согласны? А прописаны вы где? Прочтите сами. Я знаю, где прописано. Но что, из-за выборов я должна платить деньги и ехать в провинцию? А кто вам сказал, что можете голосовать здесь? Мне сказали, что с моей пропиской можно и здесь голосовать. Понял, а кто сказал? Директор школы или учительница? Ну, пришли и проголосовали здесь. Что с того? Я супруг этой дамы. Кто вам разрешил ее снимать? Она здесь участвует в выборах. Подписалась, отдала голос и ушла. А вы что снимаете? С чего это вдруг мою супругу должны показывать по ТВ или в прессе? Объясните, зачем? И что же, я не должен посылать ее на выборы? И все же, зачем снимаете? Не тыкай этим в мой нос. Зачем? Я не снимаю, я кандидат на муниципальных выборах. Мне до лапочки, что ты муниципал. Для муниципала я должен прийти, подписаться, уйти. Все дела. Ты-то зачем здесь снимаешь? Вы тут прописаны? Я не тут прописан. Моя супруга прописана тут, и мои дети учатся здесь. А где вы прописаны? В Шамахинском регионе. Нет, в Баку, где прописаны? То есть относитесь к этому участку? При чем тут участок? Дети мои ходят в эту школу, и за них и голосуем. И ты не имеешь никакого права проводить здесь съемки. Потише, пожалуйста, при желании я могу вас перекричать. Вы нарушаете ход выборов. Я не нарушаю выборы. Я требую всего лишь, чтобы не снимали. Вы не вправе такое требовать. Кто вам поручил вмешиваться? Никакого поручения нет. Я просто шел за своей супругой, которая пришла на выборы голосовать. Ваша супруга нарушила закон, проголосовав на участке, за которым не закреплена. Так, давайте сверим. Вот у нас список всех адресов, относящихся к данному участку. Если вы действительно прописаны по этим адресам, никто вас снимать и показывать не будет. Если же вы участвуете в карусели... Наш брат уже сказал, что в школе им поручили голосовать здесь. Дорогие мои, я вообще не хожу на выборы. Сюда же я пришел, поскольку... Вынужден. Но прописано-то вы по этому участку или нет? Прописка ни при чем. Дети мои в этой школе учатся, поэтому и пришел сюда. Все ясно. Значит, все же дети. Да, мои дети тут учатся. Вот я и пришел здесь голосовать. Я местными выборами вообще не интересуюсь. Значит, директор поручил родителям голосовать здесь. Не только директор, но и каждый учитель поручает родителям, мол, вы должны прийти и проголосовать, что является нарушением закона. Здравствуй, брат. А ты кто? Простой гражданин. А зачем ездишь за нами по пятам из участка в участок? С чего ты взял? Мы всюду снимали видео. Ну и прекрасно. Так зачем следишь за нами? Я обычный гражданин и просто катаюсь. И зачем ездить за нами по участкам? Минуту, минуту, успокойся. Отойди в сторону, я сам. Прошу журналистов снимать этот факт. Мы не знаем, кто это лицо. Он ходит все время за нами. Я ваш сторонник. Сторонник? Мог бы обратиться. Мы бы помогли тебе. Поехали на нашей машине. Я поеду с вами, куда бы вы ни ехали, я буду с вами вместе. Могу ли я узнать имя своего друга, моего брата, взглянуть на его удостоверение личности? У меня нет удостоверения. Нет с собой? Нет. Что-то тебя беспокоит? Беспокойств у меня нет. Я свободный человек. Все мы свободные люди. Просто интересно, какая у тебя цель? Нет у меня никаких целей. Если ты его поклонник, зачем следуешь за ним? Ну а то и поклонник, чтобы следовать за кумиром. Хорошо, скажем, ты его поклонник. А как насчет меня? Я тоже твой кумир. Тебя я не знаю, только его. Меня не знаешь? Разве за мной не ездил? За тобой нет. О чем ты? На моем регистраторе полно видео с тобой. Ну и что? Школа за школой, кругом ты. То есть ты меня можешь снимать, а я тебя нет? Я участвую в выборах. Давайте поступим так. Я хочу, чтобы азербайджанский народ узнал в лицо моего друга. Разрешаю журналистам поделиться его изображениями в Фейсбуке. Пусть делятся. А то везде одни твои фото. Хоть раз будут мои. Разумеется. Ты же наш друг и брат. Следуешь везде за нами. Говори, что документов, удостоверяющих личность, у тебя нет. А зовут-то тебя как? Можно узнать? Можно, конечно. Будь добра, фамилию. Исаев Рамин. Исаев Рамин. Прошу любить и жаловать. Он наш прекрасный избиратель, наш друг. Независимо от его намерений, мы, так сказать, рады, что смогли завоевать любовь народа. Поэтому независимо от его намерений, даже если он следит за нами, брат, мы все сыновья одного народа. Благослови тебя, Аллах. Пытаюсь привыкнуть к креслу, чтобы, если меня изберут в местный совет, было легче вступить в должность. С Богом, братцы, поехали, подтолкните. Еду на кресле на голосование. Сегодня праздник. В Карчухуре сегодня праздник. Тормозните здесь. Чиновники обычно на Марсах приезжают. У нас же только кресло. По местным обучаям его наследуют. Здравствуйте. Вы с шариками? Можно вам подарить шарики? Да. Сегодня же праздник, выборы. Да, спасибо большое. Могу я увидеть ваши документы? Давайте посмотрим. Вы пришли голосовать, верно? Большой палец протяните, пожалуйста. Левой. Большое спасибо, можете пройти дальше. Я за себя не голосовал. Могу показать? Нет, не стоит. Может, все же открою, интереснее будет? Нет, все голосуют тайно. Если вы раскроете, это станет трендом. Закон мне разрешает показать, за кого я голосовал? Да, можно показать. Я не голосовал ни за одного кандидата. В качестве протеста я здесь написал «Голосую за правду и справедливость», «Голосую за свободу», «Голосую за свободные выборы». Считаю, что только восстановление этих ценностей позволит нам в будущем жить в развитой, прекрасной стране. Таким образом, я выразил свой протест и считаю, что это мое право. Я должен развозить еду нашим! А чем ты до сих пор был занят? Баклоши бью, себя показываю! Если бы не дама, я бы сказал тебе пару ласковых. Скажи, не стесняйся. Не тупи! Пойми, что... Сам ты тупой! Или он ответит «да» или «нет». Заткнись, он в жизни тебе «да» не скажет. Пошел он, черт, у меня уже не интересует его ответ! Ты больной, если думаешь, что в избиркоме работают честно. Ильхам тебе в жизни не пойдет навстречу. Размечтался. А что, Мехман наберет голоса по совету Ильхама? Блин, что-то с колесом. Можно подумать, если мы соберем протокол, и они передумают и скажут, что я победил. Воистину, такого тупарика, как ты, я еще не встречал. Если идет безостинчивый мухлёж, мы вынуждены смириться с этим, точка! Смириться, тогда нечего шастать. Я шастаю, чтобы еду нашим раздавать. Мне хватит уже снятых нарушений. Разве уже не ясно, как выборы проходят? Тогда не собирай протоколы. И не надо! Как бы люди не голосовали, решать будут эти, дать мне добро или нет. Ты последний подлец, если начнешь собирать протоколы. Да, согласен. И кому нужны эти протоколы? Мне протоколы не нужны. Мне и так ясно, как выборы проходят. Мехман всезнающий! Вечером посмотрим, кто из нас всезнающий, ты или я. Вставай, священная земля! Ты проснулся? Через полчаса будем там. Врет, подлец, все еще спит. Который час? 48? Еще 10 минут посплю, встану в 9. Смотри. Смотри. Воистину, жизнь такая несправедливая. Смотри, братуха. Какие терзания приходится терпеть. В каких муках я живу. Ты уже видел мое окно с тряпкой вместо стекла? Смотри, братан. Вот так я вынужден экономить электричество. Выкручиваю лампу, чтобы меньше потребления было. Вот, смотри, шнур торчит. Прошу снять мои шторы. Эту зеленку выбросили в одной из студий. Они для фотосъемок предназначены. Я подобрал и повесил вместо занавески. Вот в таких условиях я живу. Там тоже снимал, двери, отопление. Смотри, каково мне с таким видом из окна. Вон какая вилла директора банка. Какого не скажу. Живут же. Вот, смотри, раз, два, три, четыре, пять машин во дворе. Пять. Летом вообще до инфаркта дохожу. Шлеп, кто-то нырнул в бассейн. Там футбольное поле, теннис. Вот как живут люди. Я почему не должен жить так же? Почему я не должен? Сегодня у нас много работы. Создаем группу наблюдателей. И надо встретиться с ними. Надо подготовить их документы. Затем будем брать подписные листы для выдвижения кандидата на выборах в парламент. Сегодня надо одеться потеплее. Погода вроде бы холодная. Поэтому вот у меня такой красивый свитер. Он оранжевый, цвет революции. Пусть знают, что революция не дремлет. Поверьте мне, это будут исторические выборы. Таких выборов ЦИК Азербайджана еще никогда не видела. И не увидит. В нашей окружной избирательной комиссии все сплошились. Посмотрим, что они скажут. Вот я и готов. Поехали. Все, что нужно в машине. Смотрите, живу на седьмом этаже. А в доме лифта нет. Дядя поднимается пешком. Проведут ли лифт? А как? Для этого должны чуть ли не снести дом и заново построить. Ольве, мы в пути. Скоро будем там. Спроси, пожалуйста. Самир в офисе? Член нашей команды, мой заместитель, Ольве Гасанлы, тоже проснулся, и мы идем работать. У нас все говорят, потерпи, машину надо прогреть. Полный бардак. Полный бардак. Вот как надо. Дорогие друзья, во время езды, когда съели что-то или сморкнулись в бумажку, не выкидывайте весь этот мусор из окна, потому как эти пожилые дамы, которые работают дворниками, и так работают в поте лица. Лучше оставьте все в машине, затем все это можно собрать в кулачок, или вот как я. Очень удобно. Вон сколько у меня всякого мусора. Собрали это все и выбросили куда надо. Удобно, никто вас не проклянет, а главное — это культура. Сегодня, наконец, встал на учет этого окружной избирательной комиссии номер 31 Сурраханского района и получил подписные листы на выборы в парламент. Мы открыли счет в банке и вместе с командой приступаем к сбору подписей. Вот, возьми. А при чем тут? А при чем тут? А при чем тут? А при чем тут? Че стань джом шахся? Ой, привет, привет. Оли. Я уже отдавала. Кому? Когда? Я вчера тебе отдала. Да? Не помнишь? Вчера? Ибрагин приходил? А, все. Зинаида Михайловна. Он, знаешь, что? Тут помню, тут не помню. Не, я не приходил. Нет, брат его приходил. Можешь быть. 34-я я, посмотри. Все, 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 отлично. Кучерявый ты, знаешь, кучерявый. Снимают. Не надо нас снимать, не надо нас снимать. В таком виде не надо. Игорь где? Дома. Он тоже подписался? Нет, у него нет шехсовета. А, все, так, честный. Да, ну давай. Мы собираемся. Слышишь? А. Я ходила, голосовала, где? Где мой голос? Где твой голос? Я же скажу, да где твой голос? После этого уже будет... Мы падали в суд, да. Они мне сказали, что ты выиграл, но мы тебя не проводим. Да. Мы дали в суд, сказали, да. Мехман, давай поедем на акцию и потребуем. Мы голосовали за тебя. Непременно потребуем. Но между местными и парламентскими выборами всего месяц. И я должен выбрать. Я должен или опротестовать итоги муниципалов, или выдвигаться в парламент. Куда делись наши голоса? Совершенно верно. Мы всю эту протестную энергию придержали для выборов в парламент. Если на парламентских выборах будут хоть малейшие нарушения, все, им конец. Слушай. У меня большой блат в Мили-Миджлисе. Одно мое имя. Если надо, будет один мой звонок, и все решено в твою пользу. А я думаю, ну все, буду к Мехману обращаться, дорогу, чтобы он сделал... Маннито. Манни. Манни. Все, я побежал. Ну давай, я скажу, чтобы все было хорошо. Давай, давай, каждую, все, все. Так, фамилия. У вас девичья фамилия. Что? Не любите мужа? Нет, просто у меня диплом, трудовая, все на девичью фамилию. Понятно. Много всего менять. У меня тоже Гусейнов. Однофамильца, значит? Впрочем, я же не знала, что ты Гусейнов. Все время о тебе говорим и не замечаем, что все мы Гусейновы. У меня отчество Гусейн Али. У меня отчество тоже Гусейн Али. А где? Не вижу. Ничего себе. Написано Гусейн? Дочь Гусейн Али. Да, я сын Гусейна Али. А я дочь Гусейн Али. Вы откуда родом? Из Маштаги. Коренная Бакин. А мы из Бузовны. Быть не может. Похоже, кто-то налево ходил. Я пошутил, прочел здесь ваши данные. Я Гусейнов, Мехман, сын Рафика. Мне не привыкать. Такой же балагур живет у меня дома. Она? Так не задерживайте ее, выдайте срочно замуж и все дела. Что? Да не выходит. Ищет такого же дуралия, как сама. Может, ты женишься? А какое у нее приданное? Квартиру или машину вместе с невестой даете? Все есть. Квартиру даю двухкомнатную. Квартиру даете? Как насчет машины? Про это не скажу. У отца есть одна рухлядь. А квартира где? Здесь, на шестом. Здесь? Что, я должен жить вместе с вами? Нет, у нас отдельные квартиры для сына и для дочери. Если бы еще машина, я бы может. Ну ты шутник. Наджав, подойди, дочку сватают. Я уже решил жилищную проблему. Депутатство и все прочее ерунда. Здесь более серьезные дела. Найди себе что-то другое. От нее добра не жди. Тоже мне отец. Люди хвалят своих дочерей, а ты... Мог бы и что хорошее про нее сказать. Отцы, они везде отцы. Мой отец сейчас в Америке. Внука нянчит. Нам бы тоже ее выдать за негра какого-нибудь. У вас как с традициями? Родители сами находят жениха? Или же дети независимы? Независимы. Отлично, это важно. Сама пусть решает. Хоть за негра, хоть за Ивана. Нам все равно. Прошу прощения, моя родная, но нельзя употреблять слово негр. Это оскорбление. Надо говорить темнокожий. Ты прав, они оскорбляются этим. У нас в Нахачеване все темнокожие. Отлично. Человек с чувством юмора живет долго. Собрали. Более чем достаточно подписей. Их более 500 действительных. Есть около 30, которые могут быть забракованы. Они с техническими ошибками составлены. Но всего подписей достаточно, чтобы регистрировали мою кандидатуру на выбор в парламент. Прошу прощения. Прошу прощения. Субтитры делал DimaTorzok Если он требует, чтобы в бюллетене поставили отметку перед его именем, надо срочно вмешиваться. Для таких случаев мы будем проводить тренинги. Но 9-го числа, я думаю, мобилизовать журналистов здесь, чтобы ходили по участкам. Вы тоже подготовьте несколько машин, поскольку здесь что-то ужасное будет. Знаете, как можно предотвратить карусели? На трех-четырех машинах мы будем объезжать участки. На местных выборах у нас было 10 машин. Мы начинаем обход с наблюдения здесь. Вы начинаете круг с участков Гюнишли. Вы, кандидаты, имеете право заходить в любой избирательный участок. И таким постоянным контролем надо держать их в напряжении до самого вечера, чтобы знали, что в любой момент могут нагрянуть. На этот раз, например, во время муниципальных выборов из 37 избирательных участков, у меня были наблюдатели лишь в 13, в других не было. Только в 13? Да, в 13. Местными выборами я как-то пренебрег. Теперь я понял, что наблюдатели должны быть во всех участках. Всем проведут тренинги, чтобы до конца следили за всем. Нарушения только через их трупы. Поэтому контроль надо организовать тремя миссиями. Журналисты, наблюдатели ее. А это мое доверенное лицо, видный профессор. Он, как герой телеспектакля «Человек в зеленых очках», приходит поздно. Мы с Михманом – пример здоровой конкуренции на выборах. Он – самая конструктивная альтернатива. Мне очень понравился твой плакат, где ты держишь настенные часы на руках. Михман, этот плакат по-научному, знаешь, как называется? Метафизика. Никто ничего не понимает. И это к лучшему, что не понимают. В магазине пацан работает. Мировой парень. Спрашиваю у него, мол, пойдешь на выборы? Отвечает, что я уже ходил и проголосовал за Михмана. Я ему объясняю, что это были муниципальные выборы, где выигрыш Михману не засчитали. А сейчас уже выборы в парламент. Он говорит мне, ты не обижайся, но я буду голосовать за Михмана. Выключите камеру на минутку. Михман, надо поговорить с глазу на глаз. Уступает команда сниматься с выборов. Фарадж будет. Чтобы ты знал наверняка. А кому Фараджа-то сказал? Нет, указания идут от главы администрации к некоторым кандидатам. Скоро начнутся самоотводы кандидатов и его пользу. Во что бы то ни стало, надо придумать такой умный, рациональный план, чтобы этот нечестивец не был избран. Нам надо все тщательно взвесить. Я был в библиотеке и скопировал высказывания в прессе за 92-й год. Он пишет, что Гейдар Алеев является сепаратистом. Мол, во время событий в Хаджалы он фотографировался в обнимках с армянами. И это одно из самых черных пятен в его биографии. Как только я опубликую это, вы тоже расшарите. Да, да, конечно. Во что бы то ни стало, надо осознать, что он, Фарадж Гулиев, позор для этих мест, где мы с тобой живем. Я собрал грандиозную команду. Вы тоже соберите свою. Завтра встретимся и распределим участки между собой. Опубликуем это каждой в отдельности, и никто не должен знать, что мы действуем совместно. А далее мы, как два кандидата, можем встречаться когда угодно. Да, конечно, конечно. Надо и на хитрости идти. Мехман, еще чаю? Нет, мы пойдем. Надо еще списки для вас оставить. Мне поступил звонок. Человек, который звонил, был Фарадж Гулиев. Он сказал мне по телефону, что, Мехман, мы должны срочно встретиться с тобой. И я с моим представителем Ульве пошли и встретились с этим, значит, депутатом. Если мы оба пойдем на выборы, поскольку у нас схожий электорат, расчленение наших голосов — это только на руку правящей партии. Власти не рассчитывают на наш округ. Ты уже участвовал здесь на местных выборах, имеешь опыт. Участвуем оба, снижаем таким образом свои результаты и даем фору третьей стороне. Я предлагаю тебе стать моим доверенным лицом, быть со мной, чтобы мы вместе добились результата. Если я буду избран, это значит, что в дальнейшем ты будешь иметь мою поддержку за собой. Я помогу тебе создать молодежную организацию или какое-нибудь НГО. Словом, поддержу тебя в разных формах. Если ты примешь мой вариант, то есть поддержишь мою кандидатуру, дело в том, что если ты отступишь и снимешь свою кандидатуру, будет выглядеть абсурдно. Возникнет вопрос, а с чего вдруг он снялся с выборов? У меня уже есть команда. Наша группа наблюдателей уже готова. Если мы принимаем решение, я должен обсудить это с друзьями и со своей командой. И только после предпринять какие-то шаги. Иначе это уважение к моим друзьям. Я не верю, что решения лидеров партий бывают коллегиальными. По себе я знаю. И вообще в азербайджанских реалиях все партии должны иметь одного лидера. Ты являешься капитаном вашей команды, решение за тобой. Если будем прагматичны и придем к согласию, ты уходишь в мою пользу. Я бы назвал это не уходом, а присоединением ко мне. Мой конкретный ответ к данному моменту идти на борьбу и пусть сильнейшие выигрывать. С какой целью? Что ты выигрываешь? Я выиграю уже самим участием в избирательной кампании. И что же? Выясним по ходу кампании. Послушай меня, будем откровенны. У тебя потенциал. И ты уже пробовал себя на местных выборах. Я знаю. И в тюрьме был бойцом, тоже знаю. Но есть моменты, тебя оставляют одного в решении вопросов. И в таких моментах надо быть прагматичным и найти нормальный выход. Я считаю, это твой выход. Подумай сегодня. Я же предложил. Подумай еще денек. Не отвечай мне сегодня. Как я уже сказал, не сочти это за взятку. Все, что нужно для твоего лечения, расходы в районе 10-15 тысяч, я готов потом дать тебе. Я не могу дать вам полную запись. Он там оскорбляет всех и вся. Он утверждает, что контекст можно понять в полной беседе. Разумеется, я предоставлю полную запись беседы. Но запись нужна до заседания цик, чтобы мы успели ознакомиться до обсуждения. По мне достаточно этих 10 минут, которые я опубликовал. Остальное не имеет отношения к моей жалобе. Послушай, может тебе достаточно, но он утверждает, что остальное... Мало ли, что он утверждает. Он предлагает мне деньги, и уже в этом состав преступления. Мехман, послушай минуту. Ты дал нам часть записи. Мы послушали. И он согласен, что предлагал тебе деньги. Но вот он пишет в своем ответе цик, что деньги он предлагал на твое лечение. Собрать вместе со своими друзьями 10-15 тысяч. Нет, в аудиозаписи все не так. Поэтому нам нужна полная запись, потому что он указывает на контекст с лечением. И утверждает, что ты все смонтировал и скрыл. Ладно, будет вам вся запись. Я у него не требовал денег на лечение. Не требование. Он пишет, что это было предложение. Нет, в записи все есть, и я отправлю это и в администрацию президента, и в спецслужбы, чтобы... Но нам нужна полная запись. Разумеете, я вам ее дам. Приду в 4 часа на ваше заседание. Как это понять? Все считают это преступлением, а он, мол, нет состава преступления. Что, он совсем рехнулся? Я приду в 4 на заседание. Нет, передай запись до 4, чтобы мы могли ознакомиться с ней до заседания. До этого я не успею, сейчас я в Карачахуре. Затем у меня другие дела. Приду в 4, довольствуйтесь записью, которая у вас есть. Договорились, увидимся в 4. Он сдурел совсем. Они хотят части, где он ругает Олега Ремли и прочее. Пойдем. Я им всем там задам. Имел беседу, в ходе которой Мехман Гусейнов сообщил ему, что страдает болезнью, что сдал медицинские анализы, и что если результат этих анализов будет плохим, возможно, он откажется от выборов. Он же сказал Мехмана Гусейнову, что он по профессии врач и знает, что существует лечение данной болезни и потребуются определенные средства. Если у кого-то есть устройство аудиозаписи, прошу сдать службе безопасности. Речь идет обо мне? Я не знаю о ком, у кого-то есть. У меня микрофон журналиста, который снимает меня. Здесь нет надобности в микрофонах. Этот журналист дал мне микрофон. Он имеет полное право снимать мою речь. Нельзя. Нельзя, так нельзя. Обойдемся. Вот ваше истинное лицо. Пожалуйте. Заберите микрофон и сдайте охране. Сдайте это охране. Что же вы сидите? Третий раз говорю, несите охране. В нормальных странах его бы арестовали. У нас же он не арестован. И это безобразие, это пятно на наших выборах. Здесь есть представители международных организаций. И я считаю, мы должны показать миру, что мы настроены на реформы и прозрачные выборы. Мол, вот, у нас факт коррупции, и мы снимаем его кандидатуру с выборов. Повторюсь, я готов обнародовать полную запись этой беседы. Полной записи нет, поскольку он оскорбляет в ней других. Перейдем к основному вопросу. Он утверждает, что предложил деньги для моего лечения, но я его не просил об этом. Я беседовал с его избирателями в Карачухуре и Ганишли, которые просили у него, как у своего депутата, помощи в мизерные суммы на уколы при лечении, на что он отвечал, что в бюджете нет средств. И я не могу вам дать 5-10 монатов. С чего это вдруг он предлагает мне 10-15 тысяч монатов на лечение? На регистрацию какой-то НГО. Кто он мне, отец или родственник? На записи он отчетливо предлагает мне, мол, снимай свою кандидатуру и скажи общественности, что ты уезжаешь на лечение. Я хочу сказать, что сегодня у нас есть шанс... Я вынужден выдворить вас отсюда. Выдворяйте, я свое слово сказал. Послушай. Пожалуйте. Успокойся, мы создаем тебе условия, ты не нервничай. Говори спокойно, и ты просто обязан выслушать других. Если ты считаешь, что у тебя особый статус... Это не так. Послушай. Пожалуйте. Не выводи меня из себя. В прошлый раз я пресек твои выходки. Мне нечего терять. Можете снимать меня с выборов, можете выгонять, можете убить. Мне все равно. Я в этой жизни все потерял. Ты пойми, что никто здесь против тебя не настроен. Это ты своим поведением вынуждаешь к такому. Прости меня, но это недопустимо. Понял? Спокойно, продолжай. Повторюсь, что мы готовы предоставить полную запись этой беседы, в которой он ругает государство, ругает вас, оскорбляет других кандидатов в Мили Меджлис. Все это есть в записи. Смонтировать его голос невозможно. Мы уже обратились в прокуратуру. И я сегодня решил обратиться также в администрацию президента, в Министерство национальной безопасности. Выбором в нашем округе грозит опасность, поскольку в округе выявлен факт коррупции. Если этот человек предложил мне деньги за снятие с выборов, мы считаем, что он таким же образом может предложить деньги главам избирательных участков или председателю окружной комиссии. Поэтому мы обратимся к международным наблюдателям и попросим обратить особое внимание на голосование в нашем округе. И вас я хочу попросить взять под контроль выборы в нашем округе. Но прежде всего... Давайте... Послушай, не волнуйся, я скажу в твою пользу. Прекрасно. Ты допустил дипломатическую ошибку. Ты сказал, что он нас тоже ругал. И теперь мы вынуждены молчать, чтобы нас не обвиняли в пристрастии. Поехали! Я думаю, эти выборы окажутся самыми безобразными в истории Азербайджана. Потому что еще в ходе муниципальных выборов я видел подтасовки результатов. И впервые воочию стал свидетелем фальсификаций. Но сейчас атмосфера иная. И на повестке появился скандал с депутатом Фараджем Кулиевым. Наверняка вы и наслышаны о выявленном факте коррупции. И мне удалось спутать карты властям. Потому что власти собирались объявить победу Фараджа Кулиева. Но по нашим данным, власти вычеркнули его из списка. И сейчас, в спешном порядке, буквально в считанные дни, должен определиться победитель нашего округа. Однако я уже беседовал со своими конкурентами. Были нормальные дискуссии с ними. И я сказал им, что никто не должен добиваться победы нечестным путем. Независимо это мой друг, единомышленник. Я признаю, чью бы то ни было победу, только если выборы будут прозрачными. Девятого февраля выборы в Мили-Меджли с Азербайджана. За тобой право голоса. Воспользуйся им и отдай свой голос. Человек, который меня оскорблял. Снимайте его, это зам Фараджа Кулиева. Мы снимаем. Ложь и клевета. Клевета, что вы заместитель? Или что? Неважно. Человек должен вести себя подобающе. Вы сами клоун. Говорю вам в лицо. Прошу не нарушать порядок на участке. Вы являетесь кандидатом. Прошу вас сохранять спокойствие и ничего не нарушать. Вот он назвал меня клоуном, и я заявляю, это вы клоун. Вы ответите перед законом за то, что меня подлецом назвали. Подлецы те, кто над вами. Все, свободен. А клоун это вы. Кандидат не бывает таким. А каким? Должен взятки предлагать? Видели, как я с него маску сорвал? Ваше право, уходите. И так будет со всеми. Да. Прошу задокументировать это. В чем дело? Минутку. Здесь же всего один. Одну секунду, мадам. Прошу тишины. Председатель ЦИКа, смотрите. Мадам, что за бюллетени с отрезанными уголками? Смотрите, это серьезное нарушение. Они лежали по одной перед каждым. Не перед каждым, нет. Они лежали перед вами. Все без уголков, смотрите. Все до единого. Перед каждым членом комиссии по одному обрезанному бюллетеню. И выдается, когда гражданин подходит. Закон Азербайджанской республики гласит, что угол этого бюллетеня следует обрезать на глазах у избирателя и только после этого выдать избирателю. Если мы застаем стопку бюллетеней без углов, значит, здесь идет подготовка к фальсификациям. Поэтому они идут на такое грубое нарушение законодательства Азербайджанской республики. Вы и ваши представители, грубо нарушив законодательство страны, врываетесь в участок без регистрации и срываете выборы. Я кандидат. Я кандидат. Если вы кандидат, значит, независимо от статуса, у вас нет права вмешиваться в работу избирательной комиссии. Нет, мадам, минуточку. Немедленно сообщите об этом в ЦИК. Звоните в полицию, пусть приходят. Звоните, звоните в полицию. Пожалуйста, положите бюллетени обратно на стол. Осмотрели и хватит. Разумеется, это же факты. Сообщите в Центр-Избирком. Вы нарушили закон, вот это факт. Прошу не манипулировать этими съемками. Как видите, здесь три члена комиссии, было по одному обрезанному бюллетеню перед каждым. Целых пять штук. Они лежали перед вами. Да, они вместе, но каждому... А зачем обрезаны? Чтобы выдать очередному избирателю. Вы совершаете преступление. Это вы совершаете преступление и не проходите регистрацию. Зачем обрезаны бюллетени? А почему вы без регистрации? Зачем обрезаны бюллетени? Мадам, зачем обрезаны? Вам надо было пройти регистрацию. Зачем обрезаны бюллетени? Я знаю тебя. Ты представитель взяточника Фараджа Кулиева. Не шуми, здесь нет глухих. Я повторяю, Фарадж Кулиев взяточник. Он предлагал мне взятки, а я его разоблачил. Хватит слов. Факты показывай. Факты? Вот факты, смотри. Что ты мне показываешь? Ты доказательства выкладывай. Я тебе видео показываю, это не мои танцы, а доказательства. Здесь тебе не театр. Он вам показывает только что снятое видео. Только что говорите. Да, только что. Да, дяденька, вот смотри. Смотри видеонарушений, мой милый дядя. Вот видеонарушений. Снимайте всех до единого. Кто тебя шантажировал? Вот она, мадам Шафига. Угрожает, что вызовет полицию, и тогда мне мало не покажется. Я вас не пугала. Зачем вы пугаете моих людей полицией? Иначе что? Не кричи, лучше регистрацию пройди. Дядя, ты меня с каким-то пацаном путаешь. Мужик, пройди регистрацию, и всё. Не мужик, а мехман Гусейнов. Хорошо, пусть будет мехман Гусейнов. Кандидат мехман Гусейнов. Ну и прекрасный кандидат, пройдите регистрацию. Не веди себя как разбойник. Не распускай руки. Минуточку. Какую ещё минуту? Брат, ты пожаловался дословно? Не кричи. Это ты здесь повышаешь голос. Сказано не кричи. Не забывай, где ты. Не кричи. Не кричи, говорю. Соблюдай. Не кричи. Я не кричи. Вы не имеете права. Не кричи. Снимайте её лицо. Снимайте провокаторшу. Если вы не остановите эту провокацию, я подниму весь крычухур на митинг. И после этого вам мало не покажется. Потому что, мадам, при всём нашем уважении, вы обязаны пресекать. Господи, что вы тут устроили? Какие претензии к нам? Она такой же наблюдатель, как и вы. Разве это мы делали вам замечание? Она наблюдатель, вы тоже. Наблюдайте на здоровье. Если было воздействие на избирателей, надо запротоколировать. Воздействия на избирателей не было. А снимать пусть тебе снимают. Если хотите, снимайте. Снимайте лицо. Снимайте, снимайте. Не беспокойтесь, съёмки будут что надо. Я не беспокоюсь. Здравствуйте. Как самочувствие? Мои поздравления. С Богом, желаю вам успеха. Премного благодарен. Кто бы не победил? А вы кто? Хорошенько снимай. Как вас там, господин? Читай. Наблюдатель. Я не наблюдатель. Вот же наблюдатель. Это она наблюдатель. Ну а вы, господин, тоже наблюдатель. Я Кулиев Мубарис. Здесь внизу что написано? Опять же написано наблюдатель. Наблюдатель. Вот, смотри, доверенное лицо. Понял, и чьё же? Фараджа Кулиева, из партии «Наций возрождения». Как это чудно, весьма рад. Как ваше самочувствие? Спасибо, хорошо, ваше. Как поживает господин Фарадж? Молится за вас. Благодарен, мог бы и позвонить. Мадам, вы, как я понял, тоже от Фараджа Кулиева. Прекрасно, прекрасно. Настолько прекрасно, что вы даже позволяете себе меня оскорбить. Прекрасно. Он оскорбил меня чуть ли не... Кто оскорбил? Очень даже напрасно. Вы почему оскорбляете? Всё снято на видео. Ещё и снимали без моего согласия. Что за видео? Есть видео, что никакого оскорбления нет. Не смейте мне тыкать. И мне не указать. Иначе задушу вас. Что ж, душите. 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 Я не такая подлая, как вы. Вы подлец. Душите, и от подлеца слышу. Ты и есть подлец. И не смей так петушиться на женщину. Подлец. Господин, я сказал, что вы... Перед тобой женщина. У женщин нет права меня унижать. Ты ей тыкаешь, голос повышаешь. Я утверждаю. Послушай, составьте докладное. Пусть председатель участка решает. Не нам здесь что-то решать. Он вообще никого не слушает. Мы здесь? Никто. Давайте обратимся к председателю. Пусть принимает решение. Здесь выборы идут. Соблюдайте тишину. Да, здесь общественное место. А кто, собственно, председатель участка? Вот, обращайтесь к председателю участка. Послушайте, вы общаетесь между собой, но при помощи криков. Что я сказал? Это он кричит. У них своя печать. Да, у них своя печать. Они принесли ее. Это не своя, а государственная печать. Что? Он же не мошенник подделывать госзнак. Требуются специальные разрешения. Журналисты все равны. Не рассказывайте мне байки. Надо вставать на учет. Не бывает никаких спецразрешений. О чем вы? Что за сказки мне рассказываете? Это не сказки. Я отправляю их в окружную. Уточните там. Если они разрешат, я зарегистрирую вас без проблем. Все. И куда мы теперь? В окружную? Идем в окружную комиссию и обратно. Да. Снимаем все. На этот раз я со съемочной группой. Здравствуй, добро пожаловать. Постой, Мехман. Кто все эти люди? Журналисты. Им бы зарегистрироваться. Зарегистрироваться? Рады бы, но на участках им отказывают. Им поручено регистрировать. Вот мы прямо из 141-й школы. Они не признают документы журналиста. В чем причина? Мне тоже интересна причина. Вот аккредитация с печатью государства. Но они утверждают, мол, вы им запретили это. Нет, нет. Вы им запрещали? Нет, спокойно. Скажите, дядя Ильхам, вы им запрещали? Ты голос-то не повышай, не забывай, где находишься. Мы действуем в рамках закона. Только закон может что-то запрещать или позволять. Тогда прошу позвонить в 31-й участок. Позвоним и скажем, ты не беспокойся. Прошу вас, звоните им. Да, прошу, проходите. Регистрируйтесь. Вы же утверждали, что это незаконно. Я не утверждала. Вы почему закон нарушили? Я не говорила, что незаконно. Вы сказали, что нет разрешения. Я не говорила, что незаконно. Вы же послали нас к Ильхаму за разрешением. Пожалуйста, не надо на меня клеветать. Я сказала, идите и получите разрешение. И все. Что здесь происходит? Кто-то голосовал от ее имени. Мадам, вместо вас кто-то проголосовал? Никто не голосовал. Ее адрес не у нас. В другом участке числится. Вы не правы. Если ее в списке нет, как же она обнаружила чужую подпись под своим именем? Не было ее фамилии у нас. И подписи не было. Кто-то должен был предъявить свои документы, чтобы у вас подписаться. Ну что, снимаем печати? Да. Вот так. Ты чего лицо снимаешь? Снимай бумаги. Кто дал тебе право снимать чью-то супругу? Лично я запрещаю тебе снимать мою жену. С чего это? У тебя что, телефон отнять? Не получится. Я сказал, снимай только стол, понял? Ты чего провокацию устраиваешь? Сам ты провокатор. Говорю тебе, стол снимай, а не чью-то жену. Не буду только стол. Не снимай жен. Буду снимать. Я ждал протоколы, они закрылись внутри. Председатель говорит, мол, у меня зуб болит, пойду за лекарством. Говорит, у меня давление подскочило, сейчас не могу заполнять протоколы. Извините, но я после операции на позвоночнике. Понимаете, не могу долго стоять. Открой окно. В чем проблема? Я снял на видео фальсификацию выборов. Кто фальсифицировал? Председатель комиссии. Добрый вечер. Все в порядке? Да, все хорошо, спасибо. Проблем нет никаких? Да вот закрылись и свои темные дела ведут. Мы только за общественным порядком следим. Все в порядке, командир. У вас же на участках очень много представителей было. Журналисты тоже следили. Как им удалось подтасовать результаты? Я не понимаю, как они умудрились? Подтасовки? Мы все снимали на видео. Вот вам один типичный пример, снятый нашим наблюдателем. Председатель участка объявляет. Мехман 90 голосов, Эхтибар Алиев 40 голосов, Фарадж Кулиев 3 голоса. Потом уходит и составляет протокол. Выходит, и мы смотрим, там написано Мехман 90, Алиев 400, Фарадж 0 голосов и так далее. Значит, наш главный успех на этих выборах в том, что мы выбили из строя Фараджа Кулиева. И власти вынуждены были вынести срочные коррективы в свои планы. Хорошая новость. Жители Карачухура и Гюнишли наконец-то избавились от депутата Фараджа Кулиева. Плохая же новость. Кандидат, которого объявили победителем, избран нечестным путем. Субтитры создавал DimaTorzok